Трудовые мигранты из Центральной Азии вновь стали мишенью для российских силовиков. Так, после взрыва в метро в Санкт-Петербурге по всей России усилились рейды и фабрикации против трудовых мигрантов. Причем российские СМИ сыграли не последнюю роль в дискредитации трудовых мигрантов путем муссирования лживой информации об их причастности к взрывам. Сразу же после происшествия в Санкт-Петербурге по всей России прокатились аресты мигрантов по сфабрикованным обвинениям. Причем необоснованные обвинения выдвигались как в причастности к теракту в метро, так и в других так называемых преступлениях. Так, в Кемеровской области были задержаны шесть граждан Таджикистана по обвинению в участии в одном из исламских движений. При обыске у задержанных была изъята исламская литература. По обвинению в причастности к взрыву в питерском метро на данный момент арестованы трое подозреваемых, двое из которых являются гражданами Узбекистана и один гражданином Таджикистана, причем одна из задержанных – женщина, мать-одиночка, воспитывающая троих детей. Таким образом, силовики пытаются обвинить в данном преступлении именно беззащитных трудовых мигрантов, используя грубые методы фабрикации и откровенный подлог. А что же касается самого теракта, произошедшего в Санкт-Петербурге, то многие российские журналисты и независимые эксперты однозначно высказались о том, что вероятнее всего он является делом рук Кремля, которому подобное происшествие пришлось очень кстати для нейтрализации протестных настроений, распространившихся в последнее время в России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова